Ну вы же понимаете, что сейчас на рынке абсолютно одинаковый дизайн. Одинаковая одежка, одежка для детей розовенькая, голубенькая, фисташковая, одинаковые шмотки для взрослых, все бежево-песочной гамме, то есть как бы нет разнообразия. Мы хотим дать разнообразие, поскольку с детьми ни у кого черно-белые бренды не ассоциируются, то мы вроде как даем вам такой глоток свежего улыбка. Мы бы не хотели ей быть понятными и ей понравится. На инстаграм не будет фоточки красивыми. То есть смотри, нам не нужно сделать понятное всем. Нам нужно все равно все наши продукты для интеллектуального меньшинства, для людей с черным чувством юмора, для людей, которые, не знаю, арелигиозные, сексуальные, разносторонние, образованные и так далее. То есть с мировыми взглядами, не местечковыми. Мы вот так в топку кидаем любое, и у нас это просто… Да, но при этом мы деньги все кидаем в развитие, чтобы быстро вырасти, и пока мы на волне, да, чтобы это все дальше потом можно было зарабатывать с этого спокойно и двигаться. Я единственный человек в России, ну кроме Чичи, но Чичи уже не в России давно, который продвигает в принципе это понятие гедонизм. И когда вы забиваете в гугле или в яндексе гедонизм, выхожу я со всеми своими нравоучениями. То есть по факту этот термин никто никогда не трогает. И нам его не хватает, потому что в нем очень много смысла. Мы сейчас боремся за регистрацию имени, там есть конкуренты, и мы надеемся, что мы там, не знаю, если что, будем судиться и два года биться, вообще царапать всем глазом. В чем суть гедонизма? Гедонизм – это искусство получения удовольствия, то есть человек его должен сам себе создавать. Соответственно удовольствие, оно может быть очень тонким. И чем человек умнее, тем тоньше его удовольствие. Там картошки уже перед телеком не пожрешь, чтобы насладиться. То есть у нас аудитория гедонистов – это такие высокопарные, тонкие, нюансные, откалиброванные эстетопеданты. И мы хотим для них сделать нематериальный бренд, то есть без сухого остатка. Вот рада – это функциональный бренд. Там все мажется, там все лечебное, там все улучшает вам здоровье. Это функциональный бренд. И мы хотим что-то вот нефункциональное. И мы хотим сделать гедонист – это бренд, такой ритуальный бренд. Начать этот бренд с серии ритуалов. Нам вообще все нравится, там магия, мистик, ритуалы. И мы хотим ритуальный бренд. То есть это удовольствие без сухого остатка. Что это будет? Продукты давай. У нас есть девушка в офисе, она натальные карты создает. Да, ага. Но это как бы вообще не одно и то же, если что. Ну натальные карты достойные. Нет, потому что мы тоже в этой теме ведемся китайцам. Нет, мы ведь сейчас ведем речь вообще о черной магии, о кожаных алтарях, о печатях, которые открывают тебе ворота удачи и все такое. То есть такая ритуальность на грани с мистикой, которую мы немножко не дотянули в ради, потому что хотели всем понравиться. И мы боялись рынка, вдруг нас там вообще никто не поймет. То есть здесь мы отрываемся. Это такая совсем-совсем игрушка каприз. Хочу! Хочу! Хочу змею! Хочу! Мы выбрали, покажем. Давай сейчас продукты. А, окей. Это свечи ароматизированные. То есть свеча прогорела, ничего в сухом остатке нет, удовольствие случилось. То есть это вот эта тонкость, эфирное удовольствие. Ароматные соли для ванн. Это будут не обычные соли, как все привыкли, когда тебе нужно полбанки на ванну высыпать. А это высоко концентрированная ароматная соль. То есть ты берешь щепоточку, так вот делаешь и все, у тебя вся ванная ароматная. То есть у нее будет такой микро расход. Она как, ну то есть она по концентрации как нюхательный табак. Очень активный, ее много не используешь. Дальше у нас будут спреи вуали для дома. Им можно постельное белье, полотенки побрызгать просто в комнате. И у нас будут такие же вуали мисты для тела. Это ароматизированная вода натуральная, но она не дает какой-то глубокий тягучий запах. Это вот... Это вуаль. Что такое вуаль? Это когда я не хочу один раз с утра один пшит духов и потом чтобы он за мной ходил в сутки. А мне нравится ритуал. То есть я хочу взять вот эту баночку, сделать вот так пять раз в день, чтобы она стояла у меня на столе. Я хочу тридцать раз в день вот так вот, вот так и вот так. То есть это ритуал. Это не очень стойкое для того, чтобы человек мог много раз это совершить сзади. Точно так же, как спрей для помещения. Вот я хочу, чтобы что-то, ну что-то приятное. Я взяла пшик-пшик-пшик и все. И у меня там везде благоухание, но это не ядреный запах. И он такой влажный, и это такое типа вуальное облако. Потому что все эти запахи будут привязаны к латыни. А, это благоухой же. И у нас еще будут масляные духи. То есть это или роллеры, или мы берем флаконы винтажные. Возможно это будет прям, ну там какой-то limited edition периодически из таких килограммовых флаконов на 2 миллилитра. Ну да. Ну неадекват помнишь. Как бы я хочу, чтобы это было везде повседневно. Вот у меня есть подиумные босыночки от Гуччи. Их в мире 10 штук. И вот здесь вот эта змеюка. Вот. И нам очень нравится. И передок покажи. Ну да. То есть в принципе здесь мне нравится все. Мне нравится пяточка, там глазик, видишь. Пчелка. Да. То есть вот эти вот все детальки. Ну в общем тяжелый люкс на повседнев это наша тема. Пакетик. У тебя еще ботинки и лепешки похожи. И у меня еще к ней есть вот такая сумочка за пол лепешки с брюликами. Вот. Это моя повседневная, самая базовая, самая скромная сумка. О. Ну. Класс. Куда можно именно дреморчатый. Как мы делаем такой. Ну. Это тоже жалко все-таки думаю. А я видел, я видел. Я понял, что эти свечки у колода похожи были там металлические. Пластика и свечки, как мы понимаем, она разная. Ну то есть типа мы вот такую именно банку стеклянную навряд ли найдем. Вот. Именно вот такую банку. Просто вроде свечку пластиковыми крышечками не закрывают. Ну то есть то бьюти, оно запорятано. Или тот ритуал, он запрятан. У тебя просто сюда гедонист, но. И вот здесь вот где-то написано бьюти. Вот так вот. Вот такой пиздюлькой. Ну когда к тебе вопрос задают, извините, вот гедонист, вот бьюти. Я правильно сейчас выразилась? Ну че-то такло, да. Всякие внутренние потайные вещи. Например, вот этот разделитель, который тоже может иметь какой-то там необычный цвет. И вот насчет бирюзы, да? Сомнения все-таки? Нет. У меня сомнений нет. Ну просто я к тому, что, чтобы там, вдруг родится какой-то другой цвет. Нам по идее так без разницы в какой цвет красить эту крышку. То есть, смотрите, да, вот здесь у нас есть третий элемент. Это может появиться третий цвет. Его все равно делают под заказ. Ну или прозрачный мы вряд ли захотим. Потому что для нас это слишком просто. Да, ведь? Прозрачный сюда мы же не хотим. Я, с вашего позволения, вернусь к предыдущему абзацу. Леш, если все-таки родиться это то слово, о котором вот это вот там бьюти или какое-то, оно мне просто будет нужно. Вы можете его родить, я знаю, то есть в процессе вот этого всего. Я просто Рабу отправлю на переговоры с патентным бюро, чтобы она попыталась им это объяснить, что мы с гедонистом вырулили. Мне нравится просто идея зарегистрировать гедонист плюс что-то, не выпускать его вообще на крышке, а как Кока-Кола вот здесь просто мелким шрифтом это имя писать. Мы убьем просто четырех зайцев. И все. Да, почему четырех? Мы просто потратим лишние 60 тысяч, чтобы сделать второй вариант и все. Какая разница? Там микроскопическая денежка плюсом. Мы можем сами с тобой придумать это слово, оно у нас не используется в дизайне. И не будет. Да, потому что дизайне не будет использоваться. Не будет, нет, 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 оно не будет вероятно. Зачем им его придумать? Мы можем его сами придумать. Любой, который нам понадобится. Да, просто если пройдясь по пути вот этого второго слова, то уже пофиг какое это будет слово. Первый путь обломался, это уже печально будет. Правильно? Да, все хорошо. Уже еще. Смотрите, у нас есть вот этот третий элемент. Мы про него не думали, потому что мы и этот собрали три часа назад, по честному. Смотрите, у нас вот этот, да, бутылек, вот этот бутылек. То есть, здесь какой вариант? Третьим элементом у нас идет или вот эта штучка, мы ее можем, да, сделать. Это такие приятные стальки. Да. Или у нас, например, третья деталь все-таки возможна. Мы делаем, как вариант, вот такую крышку. Да, то есть у нас база в цвет совпадает, крышка везде совпадает. И тогда у нас будет… Может она родится бирюзой, вот эта пипка. Да, то есть вот у нас еще два элемента, которые можно в принципе… Вот, да, то есть раз, раз, два, три, два, три. И вот здесь мы играем с каким-то третьим, пока что неизвестным. Как вариант, возможно, мы потом делаем вот эти банки. Может быть мы их там сто тысяч штук когда-то под себя покрасим, да, это стекло. Это делается вот так в Китае. И потом мы делаем тоже, видите, здесь есть два вот эта вот часть и три вот это. То есть если у нас бирюзовая пипулька, то вот это будет то неизвестное, что вы выдумаете. Вот здесь немножко сложнее. Здесь будет баночка, здесь будет триггер. Я не знаю, можно ли триггер пилить по цветам, если мы его заказываем. Насколько вы разбираетесь в производстве сами? Нет? Нет? Невозможно? Здравствуйте. Только, пожалуйста, не падай здесь фолмарф, ладно? А что? А, я думала. И прикрюти кричать, нам это надо. Пожалуйста, держи себя в руках, ладно? А где колокольчик? Я что, колокольчик забыла? Да вот тут, смотри, сколько колокольчиков. Я колокольчик забыла, правда. Ну, не знаю. О, позже. Блин, тут, короче, все очень долго производится. Вот это все, это капец. Поэтому, не знаю. Надо будет сейчас месяца ждать. Ну, давайте просто примерим. Все равно будет более симпатично. Так, подождите. Я все с этим поняла. А свеча? А соль? Подождите. А свеча, а соль? У нас квадратная банка стеклянная. Вот такая? Да. А свеча? А где мы такую возьмем стеклянную банку? А где мы возьмем такую стеклянную банку? А стеклянную банку найти можно, а будет без крышки. Квадратная. Свеча в алюминиевой банке. Они же тоже есть? В алюминии. Но она будет, конечно, изящной, не как стекло, не такая большая. Мы просто хотим, чтобы это выглядело как серия по форме, чтобы если вот мы схватили эту квадратную банку, мы могли всю серию. Пока что свечи у нас заявлены, хотя они такие самые сложные пока что. Из всего, что мы делаем. Пока сложные всего свечи идут. Свечи показывают. Но если мы возьмем квадратную банку, делать круглую свечку уже как-то странно. Это вообще не так, что сочетается. Здесь как бы золотой верх. На самом деле, если делать одну и ту же форму, одну и ту же форму, это скучно. Все равно нужно немножко разбодяживать другой формы. Протеивы тоже самое, только... Не, ну крышка-то просто кошмар. Да, по форме супер. А по цветам будут вот такие холодные. И что еще по цвету? Еще по цвету нам нравится вот это. Вы хотите такую большую крышку? Красивая, выпуклая была вот эта змейка. Но вот это для стекла, я даже не знаю какой должен быть. Где она припомнила? Нет, она имеет в виду, что пресс-форма на М8 одна. И мы ее и на маленькую, и на большую что-нибудь... Нет. Здравствуйте! Да, нет. 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 радио сейчас вот этот у нас цвет можно и да не в принципе с красными когтями и да, ну все вот на то вот дети, вот смотрите какие милые детишкам для детишков смотрим это один и тот же цвет разной степени видишь это градиент он разбавляется вот здесь два процента здесь полтора здесь один вы кстати два и полтора не сильно отличаются вот если эти два видишь один и тот же цвет разная как мы все делаем у меня 18 бизнесов на данном этапе жизни и сейчас мы запускаем еще два бренда косметики плюсом потом которым уже у вас предсветили еще два вот и мы у нас каждый день розового так значит мужской отец группа что сказали что вот это мужчины не купят это вряд ли вот тут уже кивают и у меня есть понимание что вот это похоже на цвет бутылки пива поэтому мужчины любят коричневую упаковку ну и зеленое пиво фасуют в зеленую или в коричневую поэтому это приемлемо я думаю что если бы пиво фасовали в розовый мужчина борозовый тоже слушай а если нам пиво цветное какое-то производить это будет фура да лгбтшник так в общем мне кажется это очень хорошо может быть на фоне ногтей это очень хорошо вот этот бывает глубже потому что он какой-то прозрачненький хотя это опять я думаю что он дальше уже не уйдет если его ничего холодного не шла там темнее вот они уже не такие не такие бирюзовые я бы сказала то есть они более бутылочные но это же другое краситель да ну вот почему он глубже а вот этот очень прозрачный то есть вот этот бы хотелось поближе будет общаться он сам на себе такой краситель сейчас я вот смотрю с каким-то еще процентом лога но мне кажется что это просто максимальное насыщение даже краситель скорее всего этим не не уйдет я сейчас спрошу у снабжения может у них где-нибудь прятанный это объемы банок на которые мы можем сделать чешую смею причем я правильно понимаю да что мы можем сделать прям змею то есть у него здесь будет хвостик потом она сделала три оборота здесь башка а у нее еще торчит вот тонкие детали вот типа башки они очень плохо продуваются и надо прямо с технологом конкретно уже по чертежу то есть проще сделать фактуру проще сделать фактуру и чешуйки там не супер мелкие такие покрупнее можно будет сделать вот прям тонкие детали они просто продуваются подожди это двухстадийка которая 60 тысяч долларов стоит нет это как раз 190 рублей здесь это двухстадийка она стоит 190 тысяч рублей а моностадийка от 60 тысяч евро смотри то есть если мы берем один размер не платим 190 тысяч рублей за чешую за один размер да то есть например за вот эту и там и тираж тираж 30 тысяч да 30 ну можно от 20 вы же их нам не отдадите разом 30 тысяч нужно разом нужно разом то есть у нас просто нет складов хранения то есть у нас склады такого то есть ну да это уже не второй вопрос по этой баночке меньше тираж возможно потому что это полуавтоматы там это на 10 10 больше всех нравится потому что для соли это топчет такой объем что можно есть где змею здесь а с крышкой здесь что а если у нас здесь будет змея то нам на крышке змея не нужна но у нас же есть разные смотрите у нас есть разные а внизу чуть-чуть подход все они все широкие если у нас вот эта крышка то мы еще 3 миллиона платим за если индивидуальная форма крышки есть вот 50 тысяч долларов до суши она будет такая красивая позвонка что вы нужны змеи на крышке точно давайте сделаем это на крышке с ней не фольгой потому что потому что из-за того что все еще я бы экономят деньги никто не сделал ни одну красивую банку все курортские банки потому что все экономят мы хотим один раз потратиться сделать божественную банку чтобы они купили в ней все сметану присыпку тайк песочек соль то есть по факту мы хотим сделать самую красивую в мире банку и мы будем туда делать все реально скрабы соли молочко сухое для вам не знаю там саше туда можно упаковать кругленькие с банки достала повесила эти хранятся то есть по идее если мы сделаем одну потрясающую банку и в каком цвете привыкли? ну пока что все таки вот этот глаз не отпустил но он у нас уже есть в радио из холодных у нас такие а банка цветная должна быть? поднимем тогда это сложнее ну сколько это? на сколько дороже? да нет на двух стадийках как я вам говорил двух стадийках окрашивание при форме от 100 тысяч штук то есть вот по этому горлу еще можно сделать десятки тысяч но по флаконам это точно стоит по флаконам 100 тысяч штук да цветная есть ага тут вот все вот в тиражи упирается то есть там окрашивание там форма мы можем вам заплатить за все эти пресс-формы но вы нам будете печатать помимо там 5-10 тысяч в месяц и мы будем каждый месяц у вас печатать потому что нам сразу 100 мы вообще никуда я это очень хорошо поняла 100 тысяч знаешь рада напоминает мне сейчас меня три года назад три года назад нет три года назад я такая хочу хочу все хочу вот это все надо самое дорогое надо самое красивое а потом такая ой а это все в 10 миллионов стало и год работы да классно но по мне красивее будет чешуя чем крышка алюминиевая вот человек взял у него чешуя да в окрашенном варианте не нашел вот такой большой есть поменьше 100 тысяч банок только для соли только и еще 30 тысяч флаконов потому что у нас вот это место для тела и вот это у нас для помещения а когда эту можно сюда крышку а сюда сделать чешую сейчас ты скажешь 100 тысяч ну не эту а вот эту допустим вот сюда чешую ну 100 тысяч штук да так чтобы окрасить окрасить при форме это если мы делаем чешую это двухстагинный выдув чтобы это не было 60 тысяч евро то есть чтобы это было 190 тысяч рублей а там минимальное тиражное окрашивание 100 тысяч штук ну что такое для нас 100 тысяч штук давай подумаем чтобы мы туда не делали мы чешуи только там делаем окей тогда вот это мы утверждаем как а вы побольше да напили вот это это промежуточная вот самая большая просто не нашел окрашивание вот смотри какая приезда это 380 мм это 380 мм это шикарно вот 380 нормально потрясающе и не 500 да очень красиво и высота там это соль мы заказываем 15 грн и в другом месте крышка чудесно я голосую что вот все таки эти цвета станут потому что вот эти у нас пока но красивая крышка это топчик в общем нет ну вот эта крышка же не дорого стоит не нормально она стоит да подожди но она сказала сколько полторы тысячи долларов всего это самая дешевая крышка из всего что рассказали ну ресторг на самом деле да смотри мы можем как вариант сделать соточку да это тело травы дальше мы рассматриваем вот эту или вот эту теоретически этому нам пригодилось и для брады тоже если мы под ногами что мы можем браду поставить мы можем светильное масло для массажа разлить и продавать в салоне красоты у нас в салоне часто просто что-то вот это беззакон а мы найдем сюда шторожую да и смотри мы можем сделать спрей для дома спрей для дома и для тела или мы взираем вот это делаем вот так и эту же банку в радио на 5 против вот это кстати у нас почему нет а на нее баками такие подожди это тело да потому что они на себе должны носить смотри это план а как выглядит наш план б план б выглядит что мы берем эту форму на 500 мы берем эту форму на 300 и мы берем эту банку и мы делаем теплую банку а 100 по 100 100 проблем давай возьми вот эту 50 вот 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 и вы silicone Слушай, давай из Раду возьмем. Вот эти цвета у нас уже есть. У нас было еще несколько цветов, которые нам с тобой нравились, но их нельзя. Например, вот этот. А, подожди, а он у нас в сотке. А у нас в сотке же вот этот цвет? Маленькую баночку вот такую. Или она такая красная? Сейчас скажу. Так, у нас около 100 мл красный прозрачный БС. Правильно, красный прозрачный? Да. Так, а в 200? 200 вот этот. Смотри, вот это тоже кошка. Кроме того, что клей, у нас нет красивых крышек. Нам сейчас клеют куча дозаторов с другого завода. И мы их выкрасим все в один бордовый цвет. Нам остается только красивые вот эти вот пиньки. Потому что вот это все не будет. Не будет. Не будет пиньки красивых? Нет никак? А вот это кто делает вам? А, или это не мы. Это не надо. Или мы можем у Тани, вот у этой Тани, там где мы будем заказывать крышку, заказать вот такие в Германии или в Италии приличные, выкрашенные в наш свет и запах. Вот нам пиньки не хватает для того, чтобы все выглядело красиво. Пинька самого лодного места у нас. Пластический туризм – это когда вы делаете пластическую операцию, прилетая в город и получаете пятизвездочный сервис. В аэропорту меня встретил мой личный трансфер. Большая черная тонированная машина. Далее трансфер везет меня, заселяет в отель. Также трансфер из отеля в больничку. И чем прекрасно, это то, что все анализы делают очень быстро. Например, у меня подруга делала в России подобную операцию. 10 дней она ходила по разным клиникам, чтобы делать все необходимые обследования.